Отношения между понятиями. Цель. Понять, что отношения между понятиями бывают такие. Вид, род, вид, вид, род. Понять, что отношения, обозначенные однонаправленной стрелкой, называют несимметричными отношениями, а двунаправленной стрелкой симметричными отношениями. Научиться узнавать и называть отношения, приводить свои примеры и строить схемы отношений в виде кругов Эйлера Понять Понятие, как объект реальной действительности, находится в определенных отношениях между собой Рассмотрим это на примере знаков Знаки бывают разные Это буквы, цифры и знаки арифметических действий и много других Знак – это родовое понятие Буква, цифра, знак препинания – это видовые понятия В таблице приведены примеры отношений род, вид, вид, вид и отношений целого и части Первое понятие – отношения между понятиями Второе понятие – знак, род, вид, цифра Знак, род, вид, буква Буква, вид, вид, цифра Буква А – часть, целая Второе понятие – алфавит Компьютер – целая часть память компьютера Клавиатура – часть целая компьютера Отношения бывают несимметричные и симметричные Несимметричные отношения обозначают однонаправленной стрелкой Симметричные – одно направленной Симметричные отношения обозначают двунаправленной стрелкой Симметричные отношения – это отношения между понятиями одного уровня Например, между видовыми понятиями изобразим сказанное в виде схемы Здесь понятие буква и цифра – понятие одного уровня Поэтому отношения между ними симметричные И вот так вот обозначается То же самое можно сказать про буквы А и Я Про цифры 1 и 8 Если понятие при симметричных отношениях поменять местами То название отношений не изменится Рассмотрим таблицу Первое понятие – отношения между понятиями Второе понятие Есть и другие отношения между понятиями Например, отношения пересечения понятий Рассмотрим пример Некоторые латинские буквы используются в качестве цифр Это римские цифры Рисунки объектов, число объектов арабскими И число объектов римскими цифрами Поэтому понятие буква и понятие цифры Находятся в отношении пересечения Отношение пересечения удобно изображать Наглядной схемой, кругами Эйлера Круг, обозначающий понятие буквы Пересекается с кругом, обозначающим понятие цифры Оба эти круга находятся внутри большого круга Которым обозначены знаки Круги Эйлера Если посмотреть на круги Эйлера То становится понятно, почему говорят Что понятие буквы и цифры входят в понятие знак Буква и цифра входят в понятие знак Бывают непересекающиеся понятия Например, понятие компьютер и человек Они не пересекаются, так как ни один компьютер не является человеком И ни один человек не является компьютером Круги Эйлера Это наглядное и удобное представление отношений Между двумя или несколькими понятиями Размер кругов Эйлера не имеет значения Их можно рисовать большими или маленькими Главное, чтобы были правильно представлены отношения между понятиями Круг, обозначающий видовое понятие Должен быть меньший и входить в другой круг Который больше обозначает родовое понятие Выполни, рассмотри схемы первую и вторую Назови родовое понятие и соответствующие ему видовые пересекающиеся понятия Нарисуйте круги Эйлера в рабочей тетради и в графическом редакторе Сохрани файл под именем пересекающиеся понятия в папке «Моё портфолио» Придумай и назови родовое понятие и соответствующие ему три видовых непересекающихся понятия Нарисуйте круги Эйлера в рабочей тетради и в графическом редакторе Сохрани файл под именем круги Эйлера в папке «Моё портфолио» Главное, отношения между понятиями бывают Род, вид, вид, род, вид, вид Отношения могут быть симметричные и несимметричные Отношения между видовыми понятиями одного уровня симметричные Отношения между родовым и видовым понятием Род, вид и вид, род несимметричные Круги Эйлера – это наглядное представление информации об отношениях между понятиями. Знать. Как удобнее представить на бумаге отношения между понятиями – словами или схемой? Объясни. Второе. Назови два понятия из области информатики, между которыми несимметричны отношения – вид, род. Приведи пример понятий из области математики, между которыми симметричны отношения – вид, вид. Расскажи о них. Отношения между видовыми понятиями одного уровня – симметричны или несимметричны. Приведи пример понятий информатики, которые находятся в таких отношениях. Почему удобно использовать круги Эйлера при исследовании отношений между понятиями? Шестое. Вспомни содержание понятий «буква» и «цифра». Если трудно вспомнить, взгляни в терминологический словарь. Сравни, какие свойства являются общими в содержании этих понятий, а какие различаются. Что тебе было интересно на уроке, а что не очень интересно? Уметь. Выполни задание в рабочей тетради номер один. Выполни на компьютере задание к параграфу из раздела «Уметь компакт-диска». Прочитай на досуге в книге «Расширь свой кругозор» текст-файл «Многозначное понятие». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.